Ну что же, на самом деле, с Креативом у вас все очень хорошо, вы предложили очень много годных мемов, пока что еще не все опубликованы, но поверьте, они будут. Например, вот этот мем, который предложил Адил Бенр Литом, показывающий, как Фудхэт меня любит потроллить. Возможно, банальненько, но достаточно неплохой мем сделал Анатолий Петров. Но я все-таки надеюсь, что наши пути с Марсел сойдутся. Продолжайте предлагать ваши мемчики в группу ВКонтакте, возможно, вы попадете в следующий выпуск. Ну и, само собой, ролик сделан при поддержке нашей любимой букмекерской компании 1xbet. Здесь всегда высокие коэффициенты, большие выигрыши и быстрые выплаты. Регистрируйся на сайте самого надежного букмекера прямо сейчас. Всем привет, друзья! Меня зовут Денчик, и да, мы с вами по-прежнему играем в хэппи-гоу-лаки, мы с вами по-прежнему ждем, когда на Фудхэде мы с вами поймаем Арсела, мы с вами по-прежнему хотим, чтобы Серхио Рамос забил еще один гол с углового. И было бы неплохо сегодня все сделать. А для этого нам нужно с вами идти на Фудхэд и открывать первую партию игроков, которая нам дается просто так, 10 золотых игроков. Можно сказать, бесплатная десятка игроков в самом начале, и принесет ли она нам Марсела. Либо же, может быть, Рамоса, который пойдет у нас с вами в зачет. Бразилиц из Реал Мадрида, один из немногих, есть там еще один левый защитник классный, но падать он нам не хочет ни в какую. Самое нет, 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 и последний игрок, нет. Окей, халявная десятка нам ничего не приносит, остается нам с вами показать хорошую игру, возможно, забить с углового Зарамоса и просто взять и заслужить Марсела. Топовый Роналду, топовый Гулли, топовый Вера и Криштиана Роналду тоже, плюс куча Тотсов и Давид Дехея. Я надеюсь, то, что хороший состав не будет означать то, что он хорошо еще будет играть. Так, ребят, неприятный розыгрыш сейчас, самое главное, не упустить этого зубастика Роналду. Должны были сейчас мячик этот выбивать. Это, ребята, наша ответка. Месси делает передачу на Модрич, и Модрич должен был забивать, закрывает защитник. Тут голкипер бы не справился. Пока что достаточно плотно в защите действует соперник, не получается, у нас много моментов. И вот сейчас, возможно, момент у Кейна, он делает передачу на Канте, Канте дальше, и Кевин Дебрюй на удар, и отбивать Дехея перед собой не решил. Неприятный момент сейчас может быть, потому что зубастик может и развернуться, а тут он отдал передачу на Роналду, но наши защитники закрыли. К моему сожалению, все достаточно непросто у нас, однако, получается, но вот сейчас не самый лучший пас, но между тем гол! Как сейчас защитник провалился, пяточкой отдавал, по-моему, Роналду, и мне казалось то, что эта передача вообще не дойдет. Посмотрите на эту пяточку Роналду, и защитник должен был быть первый, между тем Модрич бьет и забивает. А вот это, ребята, Криштиана Роналду, и он сейчас вполне может забить гол, хорошо убрал защиту, и Дехея спасает. Это первый угловой, по-моему, у нашей команды, и, наконец-таки, есть шанс разыграть для Серхио Рамоса! Удар закрывает. Сейчас неплохая контратака, Месси, передача на Криштиана Роналду, и она прошла, и Криштиану Роналду 2-1! Непростой получается матч, и этот гол очень важен для нас. Вот это я сейчас, конечно... А сейчас меня соперник прочитал, когда я скидывал мячик, и это приводит к тому, что он забивает. Моя ошибка, мой привоз. На пустом месте, просто неудачно скинул за вратаря. Все, что ли, матч закончился? И в итоге не самый результативный и не самый простой для меня матч получился. Два забитых мяча — это шесть золотых игроков, плюс два золотых игрока — это ничейка. Восемь игроков на футхеде откроем прямо сейчас и продолжим наш путь. Это даже меньше, чем мы открывали с вами в самом начале, но, между тем, восемь золотых игроков — это тоже шанс поймать того самого... того самого игрока Реал Мадрида, да, Тони Кросс? Ты нам уже падал и не раз, а вот Марсела мы до сих пор не видели с вами ни разу на футхеде. Нет, видели, когда я сам его вставил, когда сам вбивал, чтобы посмотреть вообще, как его карточка на футхеде существует или нет. Но вот так, чтобы он нам выпал рандомно, этого не было. Акоча, привет. Тотс и Ла Лиги, и снова Кристиана Роналду. А вот это уже очень перспективная и отличная контратака, хотя соперник вроде бы дошел даже до нашей штрафной, но мы сейчас попадаем в штангу. Упускаем с вами свой практически стопроцентный момент. Еще один момент, и на этот раз Модрич давай до конца. Еще одна потрясающая сейчас атака Криштиану бьет и отбивает перед собой голкипер. Возможно, сейчас Криштиана Роналду еще один удар закрывает, но Лео Месси подборы снова закрывают защитники. Много моментов мы с вами создали за первые минуты, но, к сожалению, взятия ворот до сих пор нет. Ой-ой-ой, какой сейчас перехват от Кевина Дебрюйна. Передача на Криштиана Роналду. Роналду бьет из-под защитника, и сейчас будет угловой или просто мимо. И снова наша очень перспективная атака. Кейн разворачивается, но снова закрывает защитник. И вновь наша атака. Кевин Дебрюйн и пас на Кейна. И Кейн должен добивать хотя бы с добивания Адан. Адан! Адан на воротах стоит, он все тащит. Роберто делает подачу на 45-й минуте, и, конечно же, это дерьмо залетит. Как я люблю эту игру! По сути, первый момент у соперника, и сразу же гол. Замечательно. И провал у нас на фланге. Как-то второй тайм вообще не задается у нас. Ой-ой-ой, какая ошибка! И здесь фолк как бы чуть ли не последней надежды. За это красную карточку нужно давать. Так, прочитали мы соперника, и да, это удаление. Красная карточка, пока хумелись. Момент крайне голевой, и мы быстренько постараемся сейчас его разыграть. И Лео Месси удар отбивает! Этот голкипер просто чудовищный какой-то! Соперник в десятером и начинает тянуть время. И, честно говоря, это немножко подбешивает. Ну, серьезно, он уже голкиперу отдает мяч. Не, это просто пиздец. Он дошел до центра поля и решил снова вернуться назад. Правильно, отдай голкиперу! Самое ебаное в этой игре то, что вот этого прессинга, который должен идти в таких случаях, его просто не хватает! Соси хуй мудила, блядь! Просто полнейшая петушара. И у нас с вами три игрока за гол и два игрока еще за одну ничейку. Ну что же, пять золотых игроков, это, конечно, крайне мало, но даже за пять золотых игроков есть небольшой шанс поймать того самого заветного Марселё! Падают сильвы, падают очень, кстати, неплохие игроки, но нашего парня нет. Ну, две ничейки, это несерьезно, так что давайте сыграем и третий матч. Ага, классный цветастенький состав. А тут посмотрите, какая передача Месси на контейн, на дальнюю штангу Кейн, пустые ворота, можно сказать, бил, но браво! Потрясающий сейв чилийского голкипера, еще один между тем у него получается, и некому добивать Месси бьет, отбивают защитники. Криштиан Роналду отдает передачу на Месси, отлично было, но защитник справился, хотя посмотрите, что сейчас получается, просто гениально! И пауза от соперника, неужели этот матч не будет очень долгим? Я даже не знаю, это вроде бы уже третий матч, но две ничейки и третий матч сразу же разрыв соединения. Три за забитый гол, пять за победу и пять за разрыв соединения. Окей, в этот раз уже 13 золотых игроков, это получше, чем было в предыдущие пару раз, но этот матч мог принести нам, на самом деле, намного больше игроков, и я уверен, что он бы принес, к сожалению, соперник решает все за нас и прерывает матч буквально на первых минутах, что, конечно же, для нас большой-большой минус, ведь мы могли с вами назабивать, сделать хэт-трик, может быть, ачивку за Рамоса, а в итоге имеем только 13 золотых игроков, которых нам, конечно же, Марселло никак не выпадет, потому что падают вообще сейчас какие-то неприкольные пацаки. Лолана, последний игрок, и это нет. Нужно приложить все усилия, чтобы Серхио Рамос забил, наконец-таки, гол с углового. Тогда с каждым выпуском я буду открывать все больше и больше карточек на Фудхеде за свои достижения. Если просто так не получается поймать Марселло, то будем брать количество. Пускай у нас будут просто сумасшедшие огромные открытия, но Марселло мы просто обязаны с вами поймать, у нас нет иного выхода. В любом случае, надеюсь, что сегодняшний выпуск вам понравился, и вы влепите лайк. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Ну и с вами был Денчик, скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok